Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с праздником воскресного дня, праздником в честь иконы Тихвинской Матери Божией. И в эту неделю мы уже последние дни до апостолов Петра и Павла просим у Господа миссионерской поддержки и помощи для наших умов, для наших сердец. И апостол Петр и Павел это те ученики, одни из апостолов, конечно один из живых свидетелей Христа, а второй свидетель уже в духе апостол Павел не видел Христа. И именно православная церковь не взяла апостолов 12, а взяла двух апостолов. Апостола для язычника и апостола Павла для язычников, то есть и апостола для иудеев, апостола Петра. И они являются такими яркими представителями, один для простого народа, второй для более интеллектуально развитых. Но все люди призываются прибыть ко Христу. И все, кто видели, и все, особенно через апостола Павла, которые не видели Христа физическими глазами, но паче всего призываются видеть его духовными глазами. И конечно Ветхий Завет является образцом, в частности Псалтирь, как веровать во Христа не видевшим телесными глазами, как уверовать в его пришествие в мир, его распятие, его страдания, его вознесение, воскресение, вознесение и сидение Одесной Отца. И все это, как мы говорили на предыдущем занятии, говорится о Христе. Мы с вами говорили о том, что церковь говорит на символическом, покаянном, и именно в покаянных псалмах мы очищаем свое сердце для того, чтобы церковь вошла в него через апостолов, через святых. И конечно же, все это ради Христа. Вся жизнь христианина, она концентрируется на Христе. То есть так и называется язык, христоцентрический, для спасения нашей души, то есть антропологический. И конечно в Церкви Божией, экклезиологический. И вот не знаю, как вот сегодня презентация почему-то не загружается. Не знаю, как вы видите на экране, но я буду пытаться перемещать. Вы о мне сообщите, кто видит, кто не видит. Итак, Священное Писание Ветхого Завета, раздел 4, учительные книги, тема 3. Толкование книг Псалтирия. В прошлый раз мы с вами рассмотрели введение книгу Псалтирии. А что же означает толкование Псалтирии? Вот я попытался объяснить, что толкование Псалтирии это слышание и приобщение ко Христу. Господь неоднократно говорил, слышащий да слышит. Соединение с Церковью Небесной через исцеление и спасение души, через восхождение по заповедям блаженств. А вот я получил ответ. Я вижу только вас и черный фон. Пытался я загрузить, но никак у меня не получается. Поэтому презентацию вы уже самостоятельно, когда получите, то сопоставите звук и перемещение слайдов. Я буду стараться говорить, какой по очереди слайд. Итак, на экране мониторов мы, ну или в будущем, когда вы откроете уже презентацию, еще раз попрошу прощения. По техническим причинам почему-то презентация не хочет загружаться. Хотя все сделано правильно. Мы на экране, уже когда будете самостоятельно открывать презентацию, увидим изображение псалмопевца Давида и играющих на гуслях. Самый главный тезис, который их много, конечно, но именно для нас, для человека, для спасения души, на мой взгляд, Аще пойду посреди скорби, живи-шимя. Псалтирь нас научает жизни, научает нас жизни в Духе Святом. Живи-шимя, то есть даешь силу благодатного восхождения по лестнице добродетелей. И вот Кафизма 19, Псалом 137, как раз об этом повествует. Следующий слайд, второй, мы показываем хронологию создания псалтирии, начиная с патриархального периода до периода 444 года. Извечные вопросы, которые мы задаем себе, это где найти собрание советов на все случаи жизни. В прошлый раз мы точно такой же вопрос себе задавали. Как решить вопросы личной, семейной, общественной, государственной службы? И управление, защиты, сохранение и развитие. Кому обратиться и где искать опору? Как молиться и воспитывать и детей, и своих ближних? Как управлять, не подавляя? Любить, не потакая? Верить, без фанатизма? Быть справедливым, без тирании? И так далее, и тому подобное. Книга Псалтирь, свидетельствуют святые отцы, отвечает на все эти вопросы. И, конечно, все эти вопросы могут быть разрешены только в понимании христоцентрического языка. Недаром священники носят у сердца большой крест. Они свидетельства христоцентричности их жизни. Они свидетельства того, как на иконостасе, мы также видим во главе иконостасе, то есть на вершине иконостаса видим распятого Христа. На царских вратах тоже видим распятого Христа. На храме распятого Христа. Мы входим в дом, обычно изображают крест или изображение спасителя. То есть цель нашей жизни – это спасение души. Но без Христа она немыслима. Потому что человек, он не Мюнхгаузен. Он сам себя спасти не может взять за волосы и вместе с лошадью вытащить. Если символ нашей души – это лошадь, то, конечно, Мюнхгаузен, может, у него в фантазии получилось. Но вытащить человека из болота ада может только посредник. Посредник – это Господь Иисус Христос, который принял наше человеческое естество. И вот вся псалтирь, она как раз и свидетельствует, вот и учительные книги, все они, конечно, свидетельствуют, как человеку потрудиться и как встретить Христа. И вот псалтирь – она соединение божественной и человеческой воли. Это синергия. Нужно делать все, что зависит от тебя. И надеяться на Бога так, как будто все зависит от Него. И учительные книги, в частности псалтирь, они раскрывают учение о чести, честности, благочестии. То есть благодать, получение через честь и честность благодати. Благочестие, оно объединяет в себе два понятия – чести и честности. Также это книги послушания, верности и благодарности человека Богу и словословия. Это книги синергии, богоустановленного устроения семьи, управления общества, теократической симфонии церкви и государства. Часто изображаю вот такой символ – симфонию двухглавого орла. Церкви, моя правая рука и левая государство. Вот они, двухглавый орел, когда у нас сердце живет в Духе Святом, а Дух Святой немыслим без Христа. Вот именно псалтирь нас научает этой синергии, научает нас быть едиными друг с другом через Христа. Псалтирь – это уже будете смотреть слайды, слайд пятый, изображен псалмопевец Давид на гуслях. И в шестом слайде говорится, «Будучи царем и пророком, а также известной в мире священником, царь Давид стал прообразом, примером величайшего царя, пророка, первосвященника». Помните, мы говорили о трех служениях – царском, первосвященническом и пророческом. Когда еще рассматривали Ветхий Завет и сотворение Адама, мы помним, Адам создан был по образу и подобию Божию, и Господь ему делегировал власть как царскую, он назвал животных. Но чтобы познать и стать царским священством, он должен пройти искус послушания, и он прошел через искус смерти. Глубокий сон Господь на него навел. Он стал первосвященником, или как лучше сказать, Господь делегировал ему первосвященническую власть, умирать ради преображения себя и преображения всей вселенной. То есть, человек должен быть соработником. И несмотря на то, что Люцифер был создан первым, вместе с ангелами Божьими, человек потенциально имел больше возможностей. Почему Господь так создал? Для смирения. Потому что то, что получено даром, оно должно быть прочувствовано, должно быть востребовано. Православие – это не то, что познается, а то, что выстрадывается. То есть, это такой, может, термин новый для вас. То есть, через страдания мы становимся царским, сродом, царским родом. Просто так быть царем после своего отца можно все растранжирить, как блудные сыновья. А вот выстрадать, вот эту чечевичную похлебку похлебать, вот эти вот рожки попитаться, которые свиньи даже ему не давали, вот тогда ты понимаешь ценность того дара, тех талантов, зрения, слуха. Пока мы не потеряли зрение, мы его не очень ценим. Пока мы не потеряли слух, мы не очень ценим. Поэтому некоторые дети, они не понимают, насколько это важный талант – зрение, слух, обоняние, вкус, а насколько важный талант нашей веры, нашей совести. И все это мы должны выстрадать. То есть, священническое служение. И, конечно, пророческое, когда он увидел свою Еву, а это символ церкви, вот плоть от плоти, кость от кости моей, то посему она будет со мной единой, и я буду с ней. То есть, почему будет одна плоть? Это таинство причастия. И вот царь Давид, он все эти три рода служения в себе соединил. Он был и царем, и пророком, и отчасти священником. Конечно, не во всей полноте, но как Мухиседек, как Авраам, они были прообразами великого, великие прообразы Господа Иисуса Христа. И вот, будучи царем, пророком, и отчасти священником в своем словословии, прославлении Бога, вот именно священническое служение в псалтире, выражении своих псалмов, его было словословие. Ведь самая лучшая жертва Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушенно, Бог не уничижит. Не в Экклезиасте говорится, и в Псалтире тоже говорится, и в учительных, и во всех пророческих книгах, жертва Богу, это наш Дух. Это не кровавая жертва Бога, и Богу угодно Богу. Ведь когда мы совершаем какой-то подарок своим родственникам, своим ближним, своим друзьям, мы же не делаем этот подарок для того, чтобы они выполняли наши страсти. Самый лучший подарок для родителей, это наше послушание, это терпение. А иногда подарками откупаются. Вот тебе подарок, разреши мне то-то и то-то согрешить, разреши мне погулять с друзьями, и соответственно, или там разреши мне компьютер, разреши мне то-то. Поэтому именно послушание, это и есть великий подарок для тех, кто нас воспитывает. И Господь Иисус Христос, Он во всей полноте прочувствуется в чтении Псалтири. И вот царь Давид, пророк, он же и как первосвященник в исполнении Псалмов, он показал образец послушания, образец того дара, который мы можем принести Богу, который угоден. И человек, который читает Псалтирь, он по сути делает великий подарок для Господа Иисуса Христа. Нет лучшего подарка для нашего Господа, если мы словословим Псалтирь и Евангелие. Это две книги, которые неотъемлемы, соединены друг с другом. Ветхозаветный человек в Псалтири и новозаветный человек в Евангелии. Вот эти две книги, они читаются ежедневно, как волны. Они прибывают при бою, нам приятно слушать, находиться возле моря, так и Псалтирь приятно. Солнышко – это Евангелие, а вода, водичка – это Псалтирь, которая оздоровляет нашу душу, делает ее гармоничной и сильной. Поэтический дар псалмопевца Давида обладали возможностью передавать дух, то есть быть переносчиком, передатчиком жизни в Духе Святом. Следующий, седьмой слайд, изображено Псалтирь, она имеет как форму вот таких вот рогов, и между ними вот здесь палочка и натянуты струны. Вот такая Псалтирь, если ее посмотреть вот так сбоку, то она напоминает корабль, корабль спасения. Следующий слайд, восьмой. Книга Псалтир, еврейская Библия, называется, еще раз повторимся, мы в прошлый раз об этом говорили, но стоит напомнить, Тигелим, Сефер Тигелим, то есть хваление, книга хвалений, по-гречески Псалтирион, состоит из 20 кофизм, напомню, и содержит 150 псалмов, 151, он считается дополнением. Псалтир является второй книгой по частоте цитирования в Новом Завете после пророка Исаии. Следующий слайд, девятый. Структура Псалтири, напомню, вот особенно ярко, ее изобразил в антропологическом характере, это, то есть возрастание человеческой души, это святитель Григорий Богослов, он изобразил ее в виде пяти ступеней, то есть разбил, пять ступеней, с первого по сороковой, человек желающий обратиться к Богу, с сорок первого по семьдесят первого Псалом, обретение желания и стремления к Богу, вот эта мотивация, появление желания жить с Богом. Псалмы 72-88 укрепление в добродетели, это, по сути, вот шестая, седьмая заповедь, 72-89-105 восхождение выше житийской суеты, это вот созерцание Бога, 106-159 вершина, 150-й, вершина, высочайшая степень созерцания. Таким образом, в Псалмах эти пять ступеней, они разделяются словами Будди, Будди. Следующий, десятый слайд, некоторые цитаты из Псалмов прочитаю. Пронзили руки мои и ноги мои, это Псалом 21, ибо ревность по доме твоем снедает меня, Псалом 68, это все из Нового Завета, мы берем и сравниваем это слова из Священного Писания Нового Завета, которые употребляются в Ветхом. Камень, который отвергли строители, садился главой угла, Псалом 117, каждое всеночное обдение, утреннее богослужение, после Шеста Псалмия мы слышим такие слова Бог Господь и явися нам, благословен гряды во имя Господне. Здесь говорится и о рождении Господа, и выход его на проповедь, и вознесение Бог Господь и явися нам, и воскресение, и вознесение, это везде Бог, вторая апостасия Пресвятой Троица явился в этом мире и проявил себя через различные действия указанной Псалтири. Камень, последний стих, Бог Господь, Его же не Бригоша. Это и есть тот Христос из пророка Даниила, наверное, помните, кто смотрел пророческие книги, мы с вами проходили их, посмотрите, кто не смотрел. Навухудоносор видел истукана четырехчастного, золотого, серебряного, медного и железного. И этот камень набрал обороты, ударил истукана, и истукан развалился. То есть системы, философские системы мировоззрения разрушены, христианство наполнило этот мир. Так вот, этот камень неукосечный, это и есть сам Христос, а гора это Матерь Божия. Псалмопевец Давид, он так и говорит, камень, который отвергли строители, садился главою угла. Сказал Господь Господу моему, сиди одесну и меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. Псалм 109, сегодня мы будем об этом говорить, говорить, это говорится о Пресвятой Троице. Ибо ты не оставишь души моего ади, и не дашь святому твоему увидеть пленье. Псалм 15, пророк Осия об этом также говорит, и на книгах Деяния 2 глава об этом повествуется. На экране вы увидите впоследствии некоторых изображений исполнения этих пророчеств. Следующий слайд 11. Деление псалмов на темы. Мы уже кратенько об этом говорили, лишь только напомню, какие группы есть. Молитвенные псалмы, покаянные псалмы, хвалебные псалмы, псалмы паломников, исторические псалмы, мессианские, алфавитные. Вот самое важное псалтири всегда выделяют мессианские псалмы, на что мы с вами и сегодня и обратим внимание, потому что Христос, христоцентрический язык наш, это самое главное. Вот постараемся сегодня рассмотреть эту именно тему, мессианские псалмы. 12 слайд. Новозаветная церковь для удобства богослужебного употребления псалтирь разделила ее на 20 кофизм. Вот, и также вы уже в прошлый раз видели. На Святой Руси псалтирь, это была вторая книга после Евангелия. Ее изучали и, соответственно, и азбуку, и жизнь духовную. Поэтому и Русь святая называется. Потому что Дух Святой в первую очередь действовал через псалтирь на душу ребеночка. И, соответственно, вся жизнь распевалась. Многие знали псалтирь, не будучи в монастыре, наизусть. Об этом свидетельствуют и старообрядческие общины, которые также своих детей очень активно этому учат. Псалтирь это, возможно, самая подходящая книга для того, чтобы начать систематически изучать параллельные места в Библии. То есть, кто желает более серьезно, глубоко разобраться в Священном Писании, можете особое внимание обратить на псалтирь. Потому что псалтирь пересекается, переплетается. Это, можно сказать, как сердце. Вот если всю Библию изобразить в виде человека, то Евангелие и псалтирь, они объединены в нашем сердце. И, соответственно, все служит и омывается кровью. А кровь дает силу всем остальным органам. И вот псалтирь, она и является вот этим толчками, которые стимулируют и зрение, и слух, и обоняние, и вкус, и всю жизнь человека. Попробуйте при чтении псалмов изучать параллельные места. Особенно интересна такая Библия, где открываешь и там или внизу под строчки или по центру. И вот псалтирь, когда открываешь, попробуйте смотреть на стих и сразу смотреть параллельные места у пророков в Новом Завете и так далее. То есть это очень помогает нам более правильно изучать Священное Писание. Порядок исследования текста Священного Писания он, наверное, для вас не открытие, но напомню, в первую очередь чтение на, желательно, на церковно-славянском языке, дальше чтение на русском языке, это порядок изучения Священного Писания и, конечно, псалтирии. Чтение основного святоотеческого толкования сегодня постараюсь показать и вам в вашу литературу включить порядка десяти святых отцов, которые на каждый стих толковали в электронном варианте толкования псалтири. Чтение дополнительных святоотеческих толкований, дополнительных, но это современные уже исследователи, которые не являются святыми отцами, но которые преподают это учебное пособие. В различных семинариях, академиях есть определенный подход, но в принципе все они совпадают в нашей православной церкви. Конечно, есть толкование у католиков, у протестантов, но они страдают своей неким таким буквализмом или экзальтацией. Если у протестантов это буквализм, то у католиков это экзальтация, вполне сочетается с рационализмом. Поэтому лучше читать наших святых отцов в восточной церкви православной. Чтение и использование словарей церковно-славянского языка, словаря в персональных образах и символических употреблений слов псалтири. Далее обсуждение текста очень хорошо и с мужем, и с женой, и с детьми, и с ближними, и с прихожанами читать псалтирь. Есть такой протерей Разумовский. Он в монастыре, будучи духовником, читал монахиням псалтирь долгое время. И на основе чтения его, использования святых отцов, это одно, на мой взгляд, из лучших таких объединителей, протерей Разумовский. Он я тоже вам постараюсь по крайней мере обложечку выслать, чтобы вы посмотрели и в интернете, и на полочках. Далее, после обсуждения текста вопросы, то есть те, которые затрагивают, потому что псалтири, она затрагивает душу человека. И вопросы это те проблемы, которые у нас и в голове, и в нашем сердце. И чтобы соединить голову и сердце, чтобы соединить те события, которые мы видим, соединить с тем душа подпроводной христианской, соединить с душевным призывом к истине, вот псалтирь этому и толкование псалтири этому помогает. Следующий слайд это девятнадцатый слайд. Параллельные места псалтири можно посмотреть по гипертексту задайте в интернете Азбука.ру Библия Псалтирь. Вот Азбука.ру очень хорошо тоже потрудилась в этом направлении. Современные программы есть Библия Код там посмотрите тоже я ссылочку в литературе вам сброшу. Итак самое главное мы конечно все псалмы не сможем рассмотреть но самое главное мессианские псалмы а опираясь на них и получая ключик к пониманию мы сможем и самостоятельно уже беспредкновенно если нам имеется канва знаете как у ребеночка у него сначала канва это кроватка с такими деревянными решеточками потом у него канва какое-нибудь креслице где он сидит кушает его садят на стульчик потом у нас канва идет детского садика мы ограничены канва школьная канва институтская канва начальников и подчиненных канва государственных законов так вот псалтирь она дает нам канву нравственную для всех и для школы для института и для государства потому что если мы имеем нравственную канву то соответственно автоматически мы будем выполнять и все остальные внешние законы что важнее внешние законы уголовный кодекс или нравственные заповеди если мы будем выполнять нравственные заповеди нам уголовный кодекс вообще не надо знать вот согласитесь Если мы всех любим, если мы себя уничижаем, мы себя виним, мы себя контролируем, не убей, не прелюбий в мыслях, разве мы совершим словом? Нет. Если мы контролируем свои слова, разве мы совершим делами, своими руками и ногами? Нет. А если мы контролируем свои поступки, разве нам нужен уголовный кодекс? Уголовный кодекс нужен для тех, кто не контролирует ни мысли, ни слова, ни свои действия. Остается какое? Прещение нравственное и уголовный кодекс. Если человек и нравственные устои общения теряет, и в уголовном кодексе не написано, когда зайдешь в автобус бабушка, уступи ей место. Если ты не уступил бабушке место, уголовный кодекс призвуждает тебе месяц тюремного заключения. Нет, такого же нет. Есть нравственные законы, есть уголовные. Так вот, псалтирь нас учит контролировать наши мысли, контролировать духовное состояние человека. А кто нам помогает бороться с сатаной? Ведь мы контролировать мысли, это значит контролировать темных духов, которые действуют в течение нашей жизни. А кто нам поможет избежать их власти, сатанинской власти, бесовской, которая развивается в этом мире, погрязшем в тине после грехопадения? Это только Христос. Без Христа немыслимо понимание псалтири. Поэтому христоцентрическое понимание, оно очень важно. Следующий слайд, 21. Господь Иисус Христос указывает на то, что в нем пророчествовалось в Ветхом Завете. Евангелие от Луки, 24 глава. И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, и в пророках, и в псалмах. Таким образом, мы видим, что сам Господь в Евангелии от Луки, 24 главе, это в 19 слайде вы увидите, Господь поднимает руку вверх, показывает, что Он от Бога заповеди блаженства, скорее всего, говорит. И говорит, что все это должно исполниться, что написано в пророках и псалмах. Таким образом, псалмы являются очень важными, указанными для изучения самим Господом Иисусом Христе. Значит, презентацию, вы задаете вопросы, вам вышлют, спрашиваете у организаторов. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Там славит Господь, протягивает к нам руки. Вот, Он готов нас принять на свои руки. Знаете, такая епитрахиль, священник одевает ее на себя. И здесь такие две полосочки. Это ножки, передние ножки, задние у овечки. Мы все у Господа как бы висим на шее. Он выносит нас из тины, из болота, суеты этого мира. Вот в псалтирях и показано, как нам отдаться в руки Божии. Со смирением, но с рассуждением. Мессианская идея, заключающаяся в прообразах и пророчествах. Псалтирий получила свое воплощение с пришествием Сына Божия на землю. Это событие позволило взглянуть на книгу псалмов с иной, до того времени, недоступной для человеческого разумения стороны. Конечно, это было открыто. Многим пророкам было открыто. Они читали псалтири, пророк Исаия, Иеремия. Это же все было богослужение. Это вся их жизнь была. Но псалтирь дал первый толчок для всем остальным пророчествам. Мы не все этого понимали. И вот когда Господь распялся и вознесся на экране 23 слайда, вы увидите, Господь возносится на небеса. И именно тогда псалтирь во всей полноте открылась после воскресения и особенно после вознесения Господня. Потому что человеческое естество Господь посадил одесную Отца. И здесь даровал нам Духа Святаго для полного разумения. Ведь Лука и Клеопа, они еще прежде сошествия Духа Святаго на апостолов возгорело сердце. Но они до конца этого не поняли, как и апостолы. А вот когда сошел Дух Святой в таинстве крещения, в таинстве миропомазания, мы получаем задатки этого объяснения. И вот в 24 слайде из речения, из псалтири, слышится практически за каждым богослужением. В чтении псалмов многие христиане включают свое молитвенное правило. Слова псалмов это слова молитвы, направленные к Богу. Псалтирь следует называть книгой общецерковной, так как в ней пророчествуются о Божьей Матери, об апостолах, о святых, об ветхозаветных праведниках. И поэтому можно сказать, что читая псалтирь, мы входим в молитвенное соединение, вот это синергия, общение с полнотой небесной торжествующей церкви. Напомню, мы церковь боинствующая. И здесь в псалтире показано, как необходимо боинствовать за свою душу, как побеждать. В слайде 25 говорится о том, что мы выводим псалмы в отдельную группу, мессианские псалмы. Содержится порочество о Христе, разные учебники дают разное количество мессианских псалмов. Но, по крайней мере, можно выделить как минимум, как минимум, более 20 псалмов, в которых точно указывается о Господе Иисусе Христе. То есть, прямо вот открыто, а прикровенно вся псалтирь готовит к встрече Христа. Слайд 26. Мессианские псалмы – отдельная группа псалмов, в которых содержится пророчество о Христе Спасителе. Перечислим и разберем некоторые из них. О пришествии Мессии. Это псалмы. На экране вы увидите. 17-й экране, когда вы уже откроете презентацию в 27-м, это псалмы. 17-й, 49-й, 67-й, 95-й, 97-й. Мы сейчас о них тоже будем говорить. О царстве Мессии. О том, что он будет царем, вечным царем. 2-й, 17-й, 19-й, 20-й и 44-й о Матери Войне. 65-й, 71-й, 109-й, 131-й. То есть, царское служение. Не президентское, не какое-то другое там княжеское, а именно царское служение. Мы царское священство. Мы с вами уже часто об этом говорили. И в исторических, и в пророческих книгах, и в псалтире говорится именно о самой лучшей форме управления, богоустановленной форме здесь на земле. Поэтому, когда некоторые говорят, нам без разницы, какая форма управления. Президентское, царское. Это недопонимание. Лучшая форма, это царское. Просто вместо царя может быть антихрист. И вместо патриарха может быть и лже-патриарх. Вот здесь нужно не ошибиться. А для того, чтобы не ошибиться, нужно жить и причащаться телу и крови Господней. Жить в Духе Святом. Стараться, по крайней мере, и знать псалтирь, знать сопророчества, знать исторические книги. Есть Ветхий Завет и Новый Завет, конечно. В псалмах в 40-54-108 об Иуде-предателе. Вот чтобы нам не стать Иудами-предателями, читайте 40-54-108 псалом. Но не яко Иуда, но яко разбойник исповедуете. А мы каждый раз приходим к этой части. Не дай мне быть каином, не дай мне быть хамом, не дай мне быть Иудой-предателем. Вот они, какие три предательства. Предательство братьев, предательство отца и предательство самого Бога. Это страшно. Ты вошел на высоту, кленил плен. 19 стих. Христос основание церкви. 117-й псалом. О страстном суде. 96-й псалом. О наследниками, праведниками вечного покоя. 94-й псалом. Для понимания пророческих псалмов надо помнить, что Давид, как и другие великие праведники Ветхого Завета, являли собой прообраз Христа. Особенно ярко это в 21-м и 15-м псалме. Мессианские пророчества. Это псалом 2-й. Божественность. Всемирное царство. Псалом 8-й. Через Христа человек становится владыкой вселенной. Это у нас уже 28-й слайд. Псалом 15-й. Воскресение Мессии из мертвых. Псалом 21-й. Страдание Мессии. Псалом 44-й. О вечном царстве Мессии. О Матери Божьей. 68-й. О ревности Христа. О доме. Когда он столы переворачивал. Вот как раз. Псалом 71-й. Слава и вечное царство. Псалом 88-й. Божье обетование. Псалом 109-й. Мессия вечный царь и священник. Псалом 117-й. Мессия отвержен вождями народа. То есть парисеями саддукеями. 131-й. Мессия вечный наследник. Таким образом в псалмах упоминаются обещания о пришествии в мир Христа. Многие царские псалмы относились к Мессии. Так их называют. Царские псалмы. Потому что он должен быть потомком Давида. Почти все, что случилось во время распятия и в большей части высказываний Христа в последние часы предсказаны в псалтии. Особенно мы с вами говорили 21-й псалом. 30-й слайд. Псалом 2. Начнем по очереди рассматривать некоторые псалмы. В псалме 2-м изображено противление Иудею Христу. Восстание на Него. Это место цитируется в книге Деяния апостольских. Стих 1-й и 2-й. То есть уже с 1-й и 2-й стих, можно сказать, это суть всей псалтеи. Возвещая правление Господне, Господь рече ко мне, Сын мой, если ты, ась днесь родихтя. Есть предвечное рождение, и лишь рождение во времени, и восхождение на небеса. Христос Царь, Который есть Сын Божий, блаженне всенадеющийся нами. Это все говорится в псалме 2-м. Следующий слайд, 31-й. Самым замечательным в этом псалме является истина, раскрытая здесь впервые, что Мессия есть Сын Божий. Гора Сион, на которой стоял храм, это прообраз церкви. Церкви Божьей, Сионская горница, Тайная вечеря. Вот он, прообраз церкви. Самая главная суть Чистый Четверг, это по сути квинтэссенция всего причастия Евхаристии, которое совершается. Весь Ветхий Завет, подготовка именно к этому важному событию. Казалось бы, в Сионской горнице всего лишь 12 апостолов, а это суть. И в эту Сионскую горницу все 300 миллионов сейчас по подсчету, 300 миллионов православных, когда если они все причащатся в Чистый Четверг, то вот 300 миллионов одновременно, как можно сказать, переносятся духовно в то 2000-2000 лет назад и причащаются человек к крови Господней. Она маленькая физически, но огромная в духовном плане. Псалом 2, его цитирует апостол Павел в послании к евреям, для того, чтобы вразумить их, что вы распяли Сына Божий, привести их к покаянию. Псалом 8, это уже слайд 33, на котором ссылается сам Господь Иисус Христос. То есть не для того, чтобы их уничтожить, а для того, чтобы их прозумить и привести к спасению. И на экране мы видим изображение входа Господня в Иерусалим. 34 слайд, Псалом 15. «Яко не оставишу душу моего Адель». То есть это пророчество о воскресении Господа Иисуса Христа, о чем и говорил пророк Осия. Самый яркий псалом, который мы читаем каждый раз, готовясь к причастию, 21-й псалом, в котором подробнейшим и наипотребнейший этот псалом для нас, подробнейшим образом излагается вид страданий Христа на кресте на Голгофе. В этом псалме выражена 53-я глава пророка Исаия. Пророк Исаия, он, наверное, вдохновленный чтением 21-го псалма и в Духе Святом вместе с псалмопевцем Давидом рядом стояли у Христа и видели, прозревая, один за тысячу лет псалмопевец Давид, а пророк Исаия за восемь веков до Рождества Христова, видели, как Господа будут распинать. «Боже, Боже мой, в анмиме, вскую оставил Месси, или, или лава слов по ней». Так сказал Господь, как мы читаем Евангелие. Это слова, взятые из Псалтирии. То есть Господь все исполнил, что было написано в Псалтирии. Но не потому, что псалмопевец Давид написал, а потому, что псалмопевец Давид прозревал, как будет. А Господь подтвердил то, что видел псалмопевец Давид. Псалом 15, в Евангелии от Луки, 24 стих, и Псалом 15, если читать их вместе, вы увидите момент распятия во всей полноте. Псалом 23. «Возьмите врата князя ваша, возьмитеся врата вечные, и в ней дитцарь славы». То есть врата рая были закрыты до момента вознесения Господа в рай. Закрыты именно для человеческой плоти. Закрыты для Адама и Евы. А Господь их открыл своим страданиям, своим воскресением и вознесением. Святитель Афанасий Великий по этому поводу, толкуя Псалом 23, говорит о том, что «Взыди Бог воскликновений, Господь во гласе трубни» относит этот псалом к вознесению. Во гласе трубни. Псалом 21. На экране 37 слайда мы видим изображение Христа и распятых разбойников по правую и по левую сторону. В этом псалме говорится о крестных страданиях. И автор как бы присутствует. В Евангелии от Иоанна 19 глава и Псалом 21, 16 стих очень совпадают. Вот прочитаем 16 стих 21 псалма. «Сила моя иссохла, как черепок, язык мой при льпе горта не мою». То есть язык к небу, к верхнему небу. «И ты свел меня в персти смертной преисподней». В Евангелии от Иоанна 19 глава 28 стих. «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется в Писании, говорит жажду». Вот действительно это констатация того, что сказал псалмопевец Давид. «Дальше. «Все видящие меня ругаются надо мною». А в Евангелии по Матфею 27 глава 39, 43 стих. Это уже слайд 39. «Проходящие же злословили его, говоря, разрушающий храм в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий. Сойди со креста и нас сними». Так говорил разбойник по левую сторону. Поэтому мы перекладинку вот этого креста, которую носим, именно вот направляем ее, направляем ее вверх на правую столу и крестимся с вами именно слева направо. Простите, справа налево, слева направо. Это относительно вас. Псалом 21, 18-19 стих. «Разделят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жеребий». Евангелие по Иоанну, 19 глава 23 стих. Повторяем то же самое. «И взяли одежды его, разделили на четыре части». То есть это конкретизация. «И так сказали друг другу, не станем раздирать, а бросим о нем жеребий». Все. Псалом 21, 2 стих. Это уже 41 слайд. «Боже, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Евангелие по Матфею, 27 глава, 46 стих. Возопил Иисус громким голосом. «Или, или, лама совокфани». «Боже, Боже мой, для чего ты меня оставил». В самом Псалме это так расшифровывается. И евангелист Латфейд сразу же толкует эти слова. Псалом 39, 42 слайд. «Указывает на недостаточность ветхозаветных жертв для искупления человеческих грехов и свидетельствует о предстоящих страданиях Мессии». В этом Псалме говорит сам Мессия устами Давида. Смотрите, ведь жертвы ветхозаветные. Люди думали, что они этим искупают свои грехи. Нет, это было прообразом. Настоящий искупитель – это сам Христос. И вот как говорится в этом 39-м Псалме, что ветхозаветные, то есть внешние жертвы не нужны. Нужна жертва нашего сердца. То есть мысли, посвященные жизни Христу. Не от субботы до субботы, от воскресенья до воскресенья мы православные именно в эти дни, а именно и в понедельник, и в вторник, и в следующий, четверг, и в пятницу, и в субботу мы православные. А в воскресенье мы свидетельствуем о своей православности. А не так, что на 2 часа на 3 мы православные, а целую неделю мы живем по светским законам. Это лицемерие называется. Так вот, в Псалме 39-м говорится, «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты уготовил мне тело, все сожжения и жертвы ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано обо мне, я желаю исполнить волю твою, Боже мой». Помните, Мелхиседек, он вынес хлеб и вино. Он не вынес ягненка. И мы не видим, что после такого великого 400-километрового похода, Авраам, когда одолел пяти царей, ведь как не лучшую жертву, лучшего быка заколоть, вместе с Мелхиседеком съесть их, попировать, погулять. Нет! Они вдвоем встречаются и приносят бескровную жертву, хлеб и вино. Но, причем Аврааму делегирует власть, Мелхиседек делегирует первосвященническую власть. Он вынес ему хлеб и вино, то есть причастил. То есть действительно Авраам совершил эту жертву не потому, что он хотел как-то себя показать силу свою, а по любви к лоту, по любви к жертве, по любви к Богу, к жертве Духа именно. Псалмопевец Давид в 39-м псалме говорит о жертве приношении не восхотел и тело совершил еси. Всесожжений, агрессия не взыскал еси, то есть не захотел еси. Речь идет о том, что Христос, который плотью приносит жертву на кресте, смертью своей упраздняет все жертвы ветхозаветные и устанавливает жертву Духа, устанавливает жертву нашего сердца. На слайде 44-м мы видим, как Иуда целует Господа Иисуса Христа. Псалом 40-й этому посвящен. Иуда и Синедрион. Враги мои говорили обо мне злое. Вот он, Синедрион. Это 6-й стих. «Когда же он умрет и погибнет с ним имя его? И если кто из них навещал меня, неправду говорило сердце его, умножал беззакония свои, уходил от меня и совещались они. Ибо обо мне шептались, на меня замышляли злое. Слова беззаконные говорили обо мне. Неужели спящий восстанет но? Ибо человек, близкий мне, на которого я надеялся, вкушающих лет мой, поднял на меня коту». Помните, в Библии в первой, второй главе говорится о том, что создан человек, а в третьей грехопадение. И как свое создание восстановить? Блюсти змея? Он будет сжалить коту, а ты сотрешь голову. И вот Иуда стал тем сжалом и своим целованием он ужалил Господа, как змея, как бы впрыскивая яд, вот этого лицемерия. Вот благодарность. То есть Иуда – это выражение лжеблагодарности человека, который всю свою жизнь посвятил лицемерию, приспособлению к христианской церкви. Не ради Иисуса, а ради хлеба вкуса. Поэтому вот Иуда – это и есть стало той жало лицемерной любви. И Господь сказал, неужели целованием предаешь меня? Это самое страшное предательство. Псалтырь 39. Говорится, апостол Павел в посланник евреям в 10 главе 5 стихе говорит, посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы приношения ты не восхотел, но тело уготовал исполнить волю твою Божию. Псалом 44. Здесь мы включили учение о мариологии, то есть учение о Матери Божией, потому что учение о Господе Иисусе Христе и учение о Матери Божией неотъемлемо. Если мы признаем Господа Иисуса Христа Бога человеком, то без признания Матери Божией, посредницы, мы не можем по-настоящему и Христа признать. Поэтому и Псалом 44 говорит предсказание о Пресвятой Богородице, это 46 слайд, Богоматери, как Царицы Небесной и о Вечном Царстве Славы Иисуса Христа. Здесь Матерь Божия, Владимирская икона изображена. И в 44-м Псалме говорится так, красен добро, то и упаче, сынов человеческих, излияся благодать во устах твоих, сегуради благословите Бог вовек. Кого благословит? Матерь Божия, через которую Господь Иисус Христос пришел на эту землю. И когда некоторые воцерковляющиеся люди или протестанты говорят, что это была обычная женщина, зачем вы Матерь Божию прославляете? Или, например, гиперпрославляете, делаете ее четвертой апостаси, как это католики делают. Вот мы ее не делаем четвертой апостаси, но в силу того, что через нее пришел Господь наш, Бога, человек, мы ее называем Богородицей. И вот псалмопевец в сорок четвертом псалме так и говорит «Престол Твой Божий век века». То есть Матерь Божия стала престолом, возлюбил правду, возненавидел беззаконие, сегуради помазать о Божий Бог Твой елеем радости, паче причастник Твоих. То есть Матерь Божия стала честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим. Об этом говорят стихи седьмой и восьмой сорок четвертого псалма. Вторая «По Одесную тебе в ризах позлощенных». То есть смотрите Господь Иисус Христос сел Одесную Бога Отца, то есть получил, делегировал власть Господь Ему по человечеству. А Одесную Господа Иисуса Христа сидит Одесную еще и Матерь Божия. То есть вот он например Бог Отец, а Одесную Сын, а еще Одесную Матерь Божия. Вот то есть Господь ту власть которую Бог Отец делегировал по человечеству а не по Божеству конечно Господу Иисусу Христу эту же власть Господь Иисус Христос делегирует и Матери Своей. А Матерь Божия делегирует своим Апостолам. А Апостолы своим ученикам. А Ангелы Божиим. То есть таким образом идет такая градация иерархия жертвенной любви. И насколько жертва более сильная настолько и человек возвышается. Мученики они выше праведников. то есть есть определенная звезда а звезды разенствуют. Следует заметить что это место толкуется применительно к Пресвятой Богородице. Помяну имя Твое во всяком роде и роде стих 18 44 Псалма мы каждый раз слышим на празднике в честь Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Помяну имя Твое во всяком роде и роде мы слышим. Переходим к слайду 48 Мы это уже видели на прошлом слайде изображение Просфорки с аббревиатурой Матери Божией и изображением где Матерь Божия на Проскомидии такое блюдечко дискос называется и на нем находится Агнец а с левой стороны а по отношению к Агнцу с правой стороны а когда мы смотрим с левой стороны мы видим Пресвятую такой вот треугольничек Пресвятой Богородицы это вырезается из Просфорки и ставится а уже с левой стороны изображаются девять чинов и там перечисляются воинствующая церковь которая стала впоследствии торжествующей ну по сути торжествующей церковь а внизу уже идут списочек из живых и из усопших последующий слайд сорок девятый псалом сорок шестой уже упоминался в связи с пророчеством о вознесении взыди Бог воскликновений Господь во гласе другим то есть псалмы они несколько дополняют друг друга повторяют одно и то же переключимся сразу на шестьдесят седьмой псалом девятнадцатый стих он вознесся на небеса то есть как и сорок шестом так и в шестьдесят седьмом псалме говорится о вознесении Господнем на небо то есть некоторые псалмы они друг друга взаимодополняют взаимопоказывают чтобы человек не ошибся то есть эти псалмы не противоречат друг другу об этом мы уже с вами говорили как все священное писание не противоречит оно дополняет и мозаическая картина в чем заключается например человек создает большую мозаику сначала рисует лип потом уже остальные части а потом уже фон заполняет или наоборот фона потом то есть псалтирь она построена не только в таком иерархическом но и в мозаическом порядке и вот в шестьдесят седьмом псалме девятнадцатый стих ты вошел на высоту апостол Павел посланник Ефессиным четвертая глава восьмой стих говорит вошед на высоту пленил плен и дал дары человекам то есть дал дары это таинство крещения ведь таинство крещения Господь нам дает дар залог нашего спасения восприемники восприемницы отвечают за то чтобы этот дар сохранился это как семя которое нужно поливать ухаживать сорняки греховных помыслов вырывать в девятом стихе послание к Ефессиным четвертой глава вошел что означает как не то что он не сходил прежде в преисподние места земли не сшедый он же есть и восшедый превыше всех небес дабы наполнить все наполнить то есть преобразить изменить в буквальном смысле а преобразить в духовном смысле Псалом 67 но этот Псалом наверное вы все косвенно мы на вечернем богослужении читаем когда говорим да воскреснет Бог и расточаться в рази в великом посту а также на вечере Рождества Христова мы слышим да воскреснет Бог и расточаться в рази его на Пасху мы это слышим да каждый раз так вот 67 Псалом это Псалом о воскресении Господнем этот Псалом считают мог исполняться когда являлся огненный столб Моисею и всему двухмиллионному еврейскому народу по выходе из египетского плена и когда этот огненный столб являлся ночью а белым столбом днем то левиты сразу трубили в трубы собирались и за несколько часов разбирали всю скинию все палатки и двухмиллионная процессия в 40 лет странствовала по пустыне то есть огненный столб сколько путешествовал и помогал это было некое чудо до воскреснет Бог и мы это исполняем особенно когда колдует там на нас или еще что-то то есть 67 псалом он от всякой нечисти это символ воскресшего Христа когда Господь воскрес вся нечисть скукурежилась как бы скукожилась сатана был низвергнут в ад и поэтому он ненавидит этот псалом вошел если на высоту пленил если плен принял если даяние в человечесых ибо не покоряющийся ежев селитесь апостол Павел посланник Ефесина 4 глава 9 10 стих а вошел что означает как не то что он не сходил прежде в происходе места а не шеды он есть и ваш шеды следующий слайд 52 псалом 68 ревность по дому твоем с недемя эти слова вспоминали апостолы после очищения храма Христом мы помним что на экране видим изображение как Господь берет бич из веревок и начинает выгонять всех торгующих переворачивать столы вот стих 13 вот говорится следующее даша вснеть мою желчь и в жажду мою напоиша мя отста то есть 68 псалом он напоминает нам и о страданиях и о ревности которую Господь проявил вплоть даже до смерти 71 псалом на экране с 53 слайда мы видим раскрывается тема всемирного владычества мессии выражение очень напоминающих пророчество Исаии далее на 44 слайде мы видим изображение Бога Отца с короной такие царской короны и Господа Иисуса Христа по правую сторону а ныне они держат нашу землю в объятиях ну так вот возлагая руки на нее и Дух Святой между ними слава и вечное царство мессии вот суть 71 псалма псалом 71 представляет собой гимн хвалы мессии хвала мессии в нем мы видим мессии в полноте его славы эта слава должна осуществляться к концу времен когда мессианское царство восторжествует и зло будет уничтожено вот несколько стихов и поклонятся ему все царьи все народы будут служить ему ибо он избавит нищего пиющего и угнетенного у которого нет помощника будет имя его благословенного век доколе пребывает солнце будет пребывать имя его и благословятся в нем все племена земные все народы ублажат его действительно христианство оно распространилось в течение двух тысяч лет по всему миру более чем на 800 наречий переведено священное писание более чем через 800 народов наций и племен познали Господа Иисуса Христа прославили его и соединились просто сейчас в настоящее время идет такое антихристово дихристианизация сначала дихристианизация коснулась запада появились католики в 1054 году отделились 14 христовых походов стали устраивать против схизматиков нас православных так называют потом от них отделились протестанты второй этап дихристианизации потом уже на Русь через Петра I дихристианизация привела к 1917 году и сейчас наступает последняя фаза дихристианизации и прихода антихриста то есть антихрист зная ведь сатана это же лучший богослов в кавычках конечно без покаяния он не может но он все знает кто такой мессия обетованный и он хочет заменить его обмануть человеческий род прийти под лицом Христа со всеми внешними будто внешними факторами быть похожим на Христа поэтому он не будет анти Буддой анти Кришной антимагометом он будет антихристом потому что ему и Магомет и Будда и Кришна это его изобретение его как это спецпроекты можно назвать и язычество тоже и шаманство а вот христианство закабали для него это мечта это подчинить себе человека и быть вечно паразитировать на его потенциальных возможностях дарованных от Господа паразитировать как сыночек шантажирует своих родителей вот своего рода и этот сыночек в кавычках сатана Люцифер паразитирует и вот Псалом 71 говорит о том что нужно хвалить Мессию не и поклоняться только ему а все антихристовые отвергать Псалом 88 я поставил завет с избранным моим клялся Давиду рабу моему навек утвержду семя твое семя то есть это благодатное устроение не генофон не семя чтобы только по плоти спасать нет семя истины семя благодатного устроения души душа по природе христиан для спасения всего человечества пришел Господь однажды я поклялся святостью моею солгу Ледовиду семя его пребудет вечно и престол его как солнце предо мною семя это правильное устроение симфонии церкви государства души и тела семьи и общества вот именно Евангелие от Луки первая глава говорится и вот зачнешь в очреве родишь сына и речешь имя ему Иисус он будет велик наречется сыном Всевышнего даст ему Господь престол Давида отца его и будет царствовать на дом Иакова вовеки царство не будет конца то есть это неземное царство вот когда Нафанайл пришел и сказал ты сын Божий царь Израилев вот здесь неправильно он сказал первую часть правильно ты сын Божий а царь Израилев из царя небесного сделал его каким-то земным царем небольшой территории Израиля нет и поэтому Господь его немножко поправляет и говорит отныне ты увидишь снисходящих и восходящих ангелов Божи вот то есть я не просто царь Израилев а я царь небесный и неба и земли вот об этом говорит псалом 88 то есть Божье обетование о вечном царстве слайд 58 в 94 псалме говорится не ожесточить сердец ваших то есть свои сердца не ожесточайте как парисей саддуки и лицемеры то есть не будьте предателями веры сегодня я побоялся перекреститься завтра побоялся заступиться за христианство когда над ним кощунствует послезавтра я уже и нравственность потерял а еще через годик 2-3-4-10 я уже сожжег свою совесть и несмотря на то что я христианин и ношу вроде внешнюю атрибутику христианскую на самом деле я уже предатель стал лицемером а все начинается с мелочей дьявол в мелочах скрывается в мелочах поэтому нужно следить за традициями следить за теми обрядами как Достоевский говорил ведь сосуд некоторые говорят да зачем эти обряды не нужны ну тогда носите воду в руках тогда кушайте не из тарелки а из рук вот приходите и скажите мама на лемени вот мои ладошки суп я покушаю без ложки сколько вы съедите но однако мы приносим тарелки однако у нас ложка вилка по правилу этикета как-то лежат вот люди почему-то мы этот этикет блюдем какой-то светский а вот обряды наши нам не нужны некоторые говорят обряда вере ну а как без веры в то что через определенные действия хождение вокруг купели в таинстве крещения тогда давайте не будем миропомазывать в смысле зачем нам венцы просто мысленно подошли а я вас миропомазывал уже нет мы же совершаем какие-то действия мы выносим мира который без этого мира немыслимо миропомазание без погружения в воду вот на слайде как раз 58 изображен ребеночек которого крестит священник очень красивое такое изображение поэтому мы верим внешнюю и внутренне должно у нас совпадать в псалме 94 говорится не ожесточите сердец ваших яков прогневание в одни искушения пустыни вон же искусишемя отцы ваши искусишемя и видиша дела моя то есть обряд он важен но не должен быть нашей целью присно заблуждаются сердцем которые не познали путих моих яков лягся во гневе моем ащи вниду покой мой и кто не верует во Христа те кто волею уклоняют свое сердце от него то есть и обряды и внешние действия это все нужно для изменения нашего сердца а не для того чтобы сокрыть гнездящиеся страсти в нашем сердце 95 Псалом ибо 13 стих ибо идет ибо идет судить землю он будет судить вселенную по правде и народе по истине своей то есть 95 Псалме говорится о Господе Иисусе Христе как мздовознаятеле как судье апостол Павел в первом послании к Солунинам пишет 10 стих и ожидать с небес с небес Сына Его которого Он воскресил из мертвых Иисуса избавляющего нас от грядущего гнева 60 Псалом простите 60 слайд Псалом 109 Мессия Вечный Царь то есть в 109 Псалме говорится о том что Господь наш Иисус Христос является второй ипостасией Пресвятой Троицы речи Господь Господи моему сиди одесну и меня донди же положу враги твои под ножи ног твоих Псалом всего из 7 стихов и все стихи целиком мессианского содержания вот самый главный третий стих из чрева прежде деницы родихтя кто такой деница вам уже знакомо это Люцифер то есть из чрева прежде деницы родихтя из чрева то есть предвечное рождение Господь здесь показано что Он рождается предвечным стих 4 клятся Господь и не раскается ты иерей вовек по чину Мелки Сидекова здесь показано первосвященническое служение которое Господь исполнил когда распялся на кресте он как царь ходил по земле три с половиной года совершал чудеса исцелял прокаженных больных хромых воскрешал украшал бури это все было как царь небесный земной царское служение а вот когда он распялся на христе сошел в ад и вознесся на небеса здесь было его уже священническое служение а пророческое служение Господь выполнял когда проповедовал Евангелие то есть царское пророческое служение привело его к первосвященническому и после первосвященнического служения он выполнил ту миссию, которую не выполнил Адам. Следующий слайд. 62. Христос вечный первосвященник. Бочина Мелхиседекова. 63 слайд. 117. Псалом. Мессия сын Божий изображен камнем, которого отвергли строители, который сделался главою угла. Об этом мы с вами уже говорили. 64 слайд. Здесь повторение о том, что Мессия отвержен вождями своего народа. Вот 117. Псалом говорит о страшном заблуждении людей, которые должны были на руках буквально носить, а они взяли и распяли своего Создателя. Следующий слайд. 65. Христос в псалмах. Его отвергают многие, но он угоден Богу. 117. Псалом. Камень, которого отвергли строители. 131. Псалом. Мессия вечный наследник престола. На экране вы увидите изображение круга темного, символ таинственности, и два ромба взаимопересекающиеся. Показано, что спас в силах. Икона спас в силах. Вот здесь символично показано, что в 131. Псалме, что он возглавил всю вселенную. Всеслышахом Якова Еврафи, обретохом я в полях Дубравы. Здесь символический язык, прообразы. В полях Дубравы подразумевается, скорее всего, языческий мир. От плода чрева Твоего посожду на престоле Твоем. Стих 11. Яко избра Господь Сиона, изволив жилище себе, священники Его облекутся в спасение, и преподобной радостью возрадуются. Говорится о том, что многие христиане, которые примут Христа, они будут священниками. Там овозращу рог Давидовы уготованных светильник, помазанному моему. Он был светильник горящий и светящийся, а вы хотели малое время порадоваться при свете Его. Далее подводим итог, братья и сестры. Мы, если будет у нас еще время, возьмемся как-то по очереди объяснять каждый стих. Вот я думаю, хотелось бы очень с вами разобрать первый и второй псалом обязательно. Каждый стих постараться объяснить его. Но это будем делать уже после завершения всех учительных книг. Вот и несколько или одно занятие рассмотрим конкретно один или два псалма и разберем для того, чтобы вы впоследствии самостоятельно уже по этому образцу также делали. Обращаю ваше внимание о том, что самым лучшим толкователем на современном этапе считаю Авдеингов. Ссылка на аудиолекции и некоторые тексты. Есть его две книги. Я сейчас вам покажу их. Авдеинка. Вот такие книги. Вот поближе подведу. Вот Авдеинка толкование на псалмы. Вот и очень он опираясь зная и греческий и еврейский язык. Вот он разбирает эти псалмы и довольно очень подробно и в святоатическом духе. Таким образом подводя итог к сегодняшнему занятию в Новом Завете довольно часто цитируется псалтирь. И по какой причине? Потому что Христос это цель нашей жизни и без Христа немыслимо наше спасение. 69 слайд Евангелия от Иоанна. Сам Господь сказал в 5 главе 39 стихе Исследуйте Писание ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную а они свидетельствуют о мне. Чем мы с вами и занимаемся. Итак подводим итог. Таким образом мессианские пророчества Давида самое главное из псалтири все остальное это приложение и молитвенные и благодарственные и хвалебные это все вокруг Христа обращается. В его богодухновенных псалмах заложили фундамент для веры в Мессию как истинного единосущного сына Божия царя первосвященника искупителя человека то есть пророка. Влияние псалмов на веру ветхозаветных евреев было особенно велико благодаря широкому употреблению псалмов в богослужебной жизни. Недаром две трети принадлежат времени и текста принадлежат псалтири. Какая библиография? На что обращу ваше внимание? Это толкование святых отцов. Наверное не было такого святого отца который бы не толковал псалтир. Любого святого отца берите везде кто-то толкует. Хоть один псалом но растолкует. Поэтому псалтирь самая книга которую брали истолковать буквально все. Но выделим самых таких ярких. Святер Афанасий Великий толкование на псалмы. Святер Василий Великий беседы на псалмы. Ефимий Зигабен толковая псалтирь он каждый стих разбирает. Святер Григорий Низкий о надписании псалму в электронном варианте я вам ссылочку сделаю. Святер Ана Златоуст толкование на псалмы книга первая и книга вторая. Вот это самые яркие. Есть современные комментарии это епископ Ириней Орда пособие к пониманию псалтирии протерей Терновский толкование особых изречений церковной псалтирии протерей Григорий Разумовский вот сегодня я вам говорил объяснение священной книги псалмов очень ярко и очень понятно доступно если у святых отцов некоторые термины несложны для нашего понимания то протерей Григорий Разумовский объяснение священной книги псалмов Это слайд 72, вы увидите. Он ярко это раскрывает. Лопухин. Лопухин немножко сложновато, потому что он опирается и на протестантских полкователей. Итак, подводим итог. Священное Писание Ветхого Завета написано на символическом, покаянном, антропологическом и особо отмечу христоцентрическом языке. Экклезиологическом для спасения человека и его души. Книга Псалтирь открывает нравственное учение о духовной войне, то есть воинствующей церкви, во спасение человеческой души. Изучение книги Псалтирь раскрывает божественное достоинство человека, показывает образец, пример благочестия, пробуждает совесть христианина, помогает христианскому обществу, народу осознать, что только синергия человеческой божественной воли воспитывает в человеке благочестие и как следствие благополучия. Как одного человека, так и семьи, целого народа, государства и общества. Обучение по книге Псалтирь восстанавливает в обществе богоустановленные принципы жертвенного служения по любви к Богу и ближним. Это способствует формированию иконописного мировоззрения, научает христианина мыслить концептуально в рамках святоотеческого православного богословия. Через книгу Псалтирь христианин научается прилагать козни дьявольские внутренних и внешних врагов к еще большему возрастанию личности, народа и даже преображению врагов в друзей и спасения душ. Как апостол Павел, например. Православное понимание нравственных критериев благочестивой жизни в книге Псалтири помогает христианам увидеть истоки зарождения развития зла, способы приложения зла в добро, найти свое место и роль в общечеловеческой жизнедеятельности, таким образом жить не по попущению, а по промыслу Божию, не борясь и врачу и последствия, а врачу и всякие попытки внутреннего и внешнего искажения, синергии личного, общественного, духовного развития. На слайде 74 вы найдете 18 наименований современных исследователей, толкователей священного писания. На слайде 75 еще дополнительно 15 толкователей. На слайде 76 вы видите основную литературу по учительным книгам, список использованной литературы. Также на слайде 77 это такой журнал «Альфа и Омега». Здесь также включена и Псалтирь в Святоотическом изнеслении горы Афон, есть такое издание. И также блаженного Феодорита, епископа Кирского. На слайде 78 вы увидите ссылки на аудиотолкование книги Псалтири Авдеенко. Очень советую, очень-очень-очень советую слушать его. Многое открывается. Также на передаче «Струнок Псалтирь», передача такая называется «На струнах Псалтири». Пример «Разбор Псалма», также есть ссылочки. Итак, дорогие братья и сестры, несколько тестов. И на этом мы сегодня завершаем нашу лекцию. Еще раз прошу прощения, что вот технические причины, но надеюсь, что вы получите слайд-презентацию. И может быть организаторы смогут соединить звук и изображение со слайдами. И уже вывести на экраны мониторов на сайте «Прав. Жизнь». Итак, благодарю за внимание, Божьей помощи в изучении Псалтири. А еще у кого есть возможность, жертвуйте на развитие курсов изучения по Ветхому Завету и других предметов на сайте «Прав. Жизнь. Ангела-Хранителя». Следующая тема у нас будет уже, это притчи, притчи Соломона. Мы с вами рассмотрим, как складывались Соломоновы притчи, как они влияли на нашу цивилизацию и на нашу жизнь. Божьей помощи, Ангела-Хранителя. С Богом! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Возлюбленные о Господе, Отце, Матери, Братья и Сестры, меня зовут священник Игорь Сиченков, я настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Рыбачье города Алушта Симферопольской Крымской епархии и руководитель православного паломнического миссионерского духовно-просветительского центра «Фавор», который находится в городе Алушта, в селе Рыбачье, на нашем прекрасном Черном море, в нашем прекрасно Богоданном Крыму. Я приглашаю вас всех собраться на соборную молитву. В Евангелии от апостола Ангелиста Матфея, 18 глава, 20 стих, есть такие слова Господа нашего Иисуса Христа. «Там, где двое или трое собраны во имя Мое, там есть и Я посреди них». И поэтому эти слова Господа нашего Иисуса Христа обозначают то, что соборная молитва, она самая сильная. Она угодная Богу, угодная небу и угодная Церкви. И соборная молитва, она вымаливает и достает и со дна моря, как и молитва матери, как и ходатайство Церкви. Поэтому давайте мы соберемся и своей молитвой поможем и себе, и своим близким, и живым, и усопшим, и стране нашей, чтобы все мы шли во спасение и вечную жизнь. Потому что очень многие, если не все, нуждаются в нашей молитвенной помощи. Наши дети, которые страждут, наши братья и сестры, которые будут трудно в жизни, и у которых есть неустроенность и в личной жизни, и в профессиональной сфере деятельности, и в духовной. Они все нуждаются в нашей молитвенной помощи. Значит, мы должны собраться, значит, мы должны совершить этот молитвенный подвиг. Почти каждый день, каждую неделю будет читаться Акафисты и каноны святым, всем святым, Николаю Мерекийскому Чудотворцу, Пресвятой Матери Божией и Господу нашему Иисусу Христу с ходатайством за всех тех, о ком мы будем молиться. Присоединяйтесь, братья и сестры, и приезжайте к нам на молитву и паломничество, и отдых в православный центр. Фавор, в село Рыбачье, Автономной Республики Крым. Помоги вам, Господи! Присоединяйтесь к молитве по соглашению вместе со священником Игорем Сильченковым, а также к молитве, совершающейся в 20 храмах и монастырях, только на сайте правжизнь.ру молитва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова